27 ноября 2012 года в рамках специализированной выставки «Электрические сети России» состоялась шестая встреча редакционного совета журнала «Электроэнергия. Передача и распределение». Традиционно президиум возглавили вице-президент компании «Роснефть» Андрей Шишкин, председатель комитета по энергетике Государственной Думы Иван Грачев и главный редактор издания Екатерина Гусева. На повестке дня подведение итогов совместной работы в 2012 году, определение стратегических направлений дальнейшего развития издания, формирование тематического плана, а также увеличение доли подписчиков в общем количестве читателей журнала. Открыл заседание председатель редакционного совета Андрей Шишкин. Он отметил высокую эффективность и продуктивность работы Редсовета и редакции издания по итогам года. Особо Андрей Шишкин отметил скорость и качество подготовки специального выпуска журнала, посвященного вопросам ликвидации последствий урагана Сэнди в США. Если посмотреть на нашу с вами работу, то можно отметить, что журнал на самом деле серьезно развивается. И вот последний выпуск, который есть, экстренный, который мы сделали про ураган Сэнди, это такая серьезная штука. Я понимаю, что мы не доработали по ледяному дождю в свое время. Это можно было бы сделать сразу после окончания ледяного дождя, потому что реально к 10 января проблема ледяного дождя фактически была решена. Но не самого ледяного, понятно, дождя, а его последствий. И были приняты все эти решения, которые были приняты. Надо сказать, что они были непростые в тот момент. Я вот сейчас, смотря на журнал, листая его и читая материал, понимаю, как трудно было тем энергетикам, которые сейчас находились в этот момент в Соединенных Штатах принимать решения. А представляете, как это трудно было нам принимать, когда последствия ледяного дождя продолжались после Нового года. И вот мне бы казалось правильным, что при принятии решений, вот в первую очередь, эта тема должна в журналах звучать. Почему я на ней остановился? Потому что все остальное пляшет от принятого решения. Принято решение, все остальные энергетики сказали есть и двинулись вперед. Кстати, вот мы с вами говорили про специальный выпуск «Стихийные бедствия». На самом деле, это даже американцы не смогли сделать вперед нас. То есть первым делом, что мы сделали, это обратились за помощью, за информацией, к нашим американским коллегам «Трансмиссион и дистрибьюшн». На что они сказали, что их журнал выйдет только в начале 2013 года. Но мы подумали, ну, мы россияне, нам виднее, мы можем это сделать быстрее. Тем более мы стремились успеть на нашу с вами встречу и на данную выставку. Поэтому мы приложили максимальное количество усилий и выпустили журналы в рекордно короткие сроки. Однако, несмотря на высокие достижения, у журнала существуют проблемы с организацией подписки. Решение этого вопроса является одной из наиболее важных задач на 2013 год. Ну вот что бы мне казалось важным? На самом деле, я бы хотел сказать, что и Екатерина очень хорошо работает, и журнал двигается, и все мы работаем. Вроде все ее читают, вроде все хорошо, всем нравится, да, полистали, пришли, журнал лежит, полистал. Если он лежит, его обязательно открывают все. Вот нет такого, чтобы его выкинули, не полистав, да, посмотрели, увидели знакомые имена, да, увидели знакомые вещи, да, вот картинки, вроде сети там, трансформаторы. Но не подписались. Вот мне бы казалось, важно всем нам продумать и все-таки на следующий год уже разработать какую-то стратегию подписки. Принципиально верно. Действительно, мы его, наверное, все смотрим, считаем, что в нем есть информация, достойное внимания. Наверное, можем рекомендовать и другим. Главный редактор журнала Екатерина Гусева отметила, что издание также приобрело серьезный опыт в организации различного рода отраслевых мероприятий. Широкая контактная база позволяет привлекать для участия в таких мероприятиях наиболее компетентных специалистов, как из электросетевых компаний, так и из иных профильных организаций. Наше сообщество – это гораздо больше, чем журнал, страницы. Это на самом деле и интеллектуальный труд, и наш клуб, наши взаимоотношения, наши связи, наши возможности. Прошлый редсовет наш был в Государственном доме, где мы предложили ряд законопоправок, на мой взгляд, очень весомых и нужных для нашей страны. Председатель Комитета по энергетике Госдумы Иван Грачев сообщил о последних тенденциях и планах развития ТЭК и электросетевого комплекса в частности. Для успешного продвижения необходимых политических решений в сфере электроэнергетики важно мнение профессионалов отрасли. В этой связи роль журнала «Электроэнергия. Передача и распределение» заключается в организации обсуждения наиболее острых вопросов и консолидации по ним соответствующих мнений профессионалов от электроэнергетической отрасли. Мнение профессионалов, мнение, которое, допустим, те же журналы излагают, в частности, на журналы, ну, в принципе, может повлиять на некоторых депутатов. Может, это пока не здорово удается. Я этого хочу. Для меня журнал как раз прежде всего и таким целом служит. Не только, как бы, отражение существа дела, но и влияние на дальнейшее развитие событий. О поправках и предложениях, которые вырабатывались вот здесь, в этом кругу, они, в принципе, во многом правильные и интересные. Но у меня такая просьба, она, может быть, неправильная и неинтересная, но пытаться довести их до уровня поправок. Вот предложения, которые мне идут от профессионалов, ну, с чем эта просьба связана? Она связана с тем, что поток предложений, которые вот сейчас ко мне идут из рабочих групп, в частности, от нас, ну, мой аппарат не в состоянии переварить, и, в принципе, все мое окружение не в состоянии переварить. Это означает, что я должен какие-то и другие формы работы придумывать с тем, чтобы доводить это до продукта, до того, чтобы я мог реально на Думе там отстаивать, лоббировать эти вещи. И, в частности, по 261 закону я заставил все рабочие группы довести это до таких конкретных поправок, которых получилось там страниц, думаю, 300, ну, такой том получился. И сейчас я его, как бы, по второму кругу уже через, ну, как бы, там отдельные узкие рабочие группы выдают пакеты поправок, они часто бывают и лоббистскими в том числе, для того, чтобы их проранжировать и отсеять, я их пускаю по второму кругу через все группы, вот эту стадию прохожу. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы и наша с вами группа, она попробовала довести предложение до пакетов поправок. Директор по стратегическим проектам журнала «Электроэнергия. Передачи и распределения» Александр Павлов ознакомил участников совещания с основными тематическими направлениями, освещаемыми в журнале, а также с направлениями развития издания на ближайший период. На сегодня тематика журнала охватывает достаточно широкий круг вопросов. Среди этих вопросов есть практически все стороны, так или иначе, касающиеся деятельности электросетевых компаний. И я их здесь сейчас перечислять не буду, все могут их увидеть на слайде. Хотел бы акцентировать ваше внимание именно на структуре тематического наполнения журнала. Всего 15% из этой структуры у нас на сегодня составляют рекламные материалы, в чистом виде реклама. Основная доля все-таки приходится на стахи концептуального и стратегического характера, в том числе и стахи, посвященные обмену опытом. С января 2012 года, помимо нашего основного журнала, мы начали выпускать приложение к этому журналу. Это русскоязычное издание американского журнала Transmission Distribution World. Его мы издаем по лицензии с нашими зарубежными коллегами. И там на сегодня у нас сосредоточена основная доля всех материалов, посвященных зарубежному опыту сетевых компаний. Опять же, охват достаточно широкий, начиная с принципов построения сетей, заканчивая частными вопросами применения конкретных видов оборудования и вплоть до экологической политики и экологических норм. В 2012 году вышли у нас три специальных выпуска. Каждый из них посвящен какому-то отдельному событию. И, на наш взгляд, данный эксперимент, он также достаточно был успешный, поскольку с помощью вот этих специальных выпусков мы не только расширяем тематику нашего журнала, но и это нам позволяет акцентировать внимание на какой-то конкретной проблеме, задачи, что также позволяет нашим читателям более углубленно получать информацию по конкретным направлениям. Основную долю тематического контента издания по-прежнему составляют материалы информационно-аналитического, стратегического характера, образовательные статьи. Доля рекламных материалов достаточно составляет всего 15%. Тематика освещаемых вопросов охватывает практически все направления деятельности электросетевых компаний и смежных субъектов. Теперь хотел бы немножко остановиться на тех перспективных направлениях, которые мы видим для себя на ближайшие периоды. В качестве основных направлений у нас на сегодня фигурируют три. Это, так условно можно назвать, стратегические задачи. Это укрепление авторитета нашего издания среди отраслевых изданий в целом. Второе направление – это расширение рынка сбыта. И третье направление – это то, о чем сегодня уже говорили и о чем мы говорим на каждом редакционном совете – это усиление нашей финансовой стабильности, в том числе, как уже сказал Андрей Николаевич, за счет подписки. Директор по международной деятельности системного оператора единой энергетической системы Борис Миханошин внес предложение усилить работу журнала с электронными ресурсами распространения информации. Не менее важной может стать регулярная публикация научных статей и основных положений нормативной документации – результатов проверок деятельности энергокомпаний. Мне кажется, что было бы правильно отдельно обратить внимание на то, ради чего вообще весь сетевой комплекс работает на потребителя. Это такой тренд на сегодняшний день, на мой взгляд, безусловно, правильный. Это я говорю как потребитель, да? Мне почти все равно, какие системы вы, ребята, там придумываете, оплаты. Для меня это рулетка. Не будет для меня выигрыша. Нет системы против рулетки, да? Но я хочу хоть понимать, что происходит, да? Вот мне, например, импонирует счет, который получают… Не скажу, что это оптимальное решение, да? Но вот счет, который получают… Знаете, есть такое хорошее слово английское. Не люблю слишком много таскать английских слов. Но это называется rate payer, да? Вот как налогоплательщик, да? Так же и тарифоплательщик, как бы по-нашему, да? Вот американские rate payer из штата Винсконсин получают счет за электроэнергию, который состоит из двух половин. Первая – это оплата за энергию потребленную. А вторая строчка – это оплата сетевых услуг по транспорту. И это, между прочим, не зависит от киловат потребленных. Это оплата за содержание инфраструктуры. И тогда я как-то так rate payer понимаю, за что я плачу сетевой компанией, а где у меня оплата генерации. Да? И вот тогда я понимаю, что если я себе на крышу поставлю солнечную электростанцию, я за энергию платить не буду, но за содержание сетевой инфраструктуры все равно буду платить, потому что мне страшно остаться без сетевой подпитки. Поэтому мне кажется, что если бы мы ввели раздел для потребителей, причем для всех – для оптовых промышленных, для частных, для садовых товарищей, для коттеджных поселков, это всем интересно. Что происходит и как с этим дальше жить. Участники совещания отметили необходимость создания рабочей группы, которая бы регулярно рассматривала текущие и перспективные отраслевые проблемы и участвовала бы в организации их решений. Давайте создадим некий формат рабочей группы. Будет он зафиксирован при Думе – отлично. Может быть, мы его зафиксируем еще как-то. Потому что наша группа, я считаю, глубоких, очень авторитетных профессионалов, она отличается тем, что она очень широко представляет набор профессий. Она очень многоплановая. И то, что исходит от нас, действительно может быть очень авторитетным, таким общественным мнением для всего сообщества энергетического. Но в каком формате это сделать? Я предлагаю принять какие-то ключевые решения сегодня в этом формате. Вот тут, кстати, есть предложение создать четыре группы по направлениям. Это хорошо. Наверное, надо создать еще некое единое собрание, которое почаще бы собиралось по необходимости. В ходе встречи члены Рецсовета вынесли на обсуждение ряд вопросов, касающихся перспектив и путей развития журнала. Хочу, наверное, поздравить наш журнал с тем, что он стал уже, и все это признали, что он стал уже журналом. Дело в том, что сегодня, сегодня это уже нормальная работа. Нормальный диспут, нормальное желание именно внести предложение о развитии ничего-то там эфемерного, что вдруг появилось, и непонятно, как завтра будет существовать. А именно уже желание развить то, что сегодня есть. И та большая работа, тоже я немножко знаю, по вот этому приложению, бесплатному. Мы тоже много обсуждали, что, наверное, не все в жизни должно быть бесплатно. Безусловно, это сегодня козырь, и, безусловно, это тот флаг, который правильно было сказано, надо продвигать. Дополнительный стимул развитию журнала может дать создание новых рубрик, которые предложили участники встречи. Хочу предложить с точки зрения аварийных ситуаций. Сейчас в институт идут запросы от страховых компаний, от прокуратуры, следственных комитетов по вопросам аварий на крупных предприятиях, на линии электропередач, кто виноват и в связи с чем это все происходит. Вот экспертные заключения по таким вот аварийным ситуациям, где происходит анализ на научных основах, что произошло, кто виноват, одна из тем тоже, которые спокойно можно нам открывать с точки зрения понятийного механического. В ряде реализации программ Миноборнауки по федеральным целевым программам энергосбережения и энергоэффективность происходят лоты, которые идут в интересах больших сетевых компаний, хоть ФСК, МРСК и других компаний. Вот у нас прошло ряд совместных работ, и получены серьезные результаты научные, которые идут в интересах определенного заказчика. Вот почему бы нам, например, не отчитываться основным исполнителям по согласованию с заказчиками, то есть тем же ФСК и МРСК, эти темы поднимать как раз в журнале. Это новые разработки абсолютно, которые оцениваются потом и на выставках, и представляются здесь. Это одна из форм научной статьи, это отчет по большой работе. У нас, вы знаете, сейчас огромные проблемы по тематике неокр. То есть фактически ситуация такая, что как бы так финансирование существует, а что полезного сделать за счет вот этого финансирования, есть, так сказать, большие проблемы. Поэтому, может быть, вот в этой рубрике каким-то образом поставить еще и вопросы. Значит, вот какие направления развития именно научные, пусть это будет не работа, ну, мы делим работы на НИРовские, ОКРовские, там технологические. Пусть это будет, там, скажем, НИРовская работа на год, на два. Пусть это ОКРовская, которая уже разработка ближе, допустим, к институтам. И пусть это будут технологические работы, потому что с нормативной базой у нас тоже полная беда. Поэтому вот абсолютно согласен, что какую-то такую рубрику мы должны иметь и попытаться вызвать дискуссии на эту тему. И может из этого и родиться какое-то направление или какой-то перечень работы. Почему нам не ввести раздел в порядке обсуждения? Вот то, что мы лишаем возможности людей, мы тем самым привлекать будем людей, понимаете? И пусть мнение людей и специалистов, в том числе мы можем рецензии же делать нашими членами Редсовета, да? И люди посмотрят, кто прав, кто виноват. И это привлечет к журналу еще большее внимание и интерес. Именно вот правильно Борисович говорит, площадка для дискуссии должна быть. Отдельное внимание на заседании уделялось терминологии. Даже постановление правительства, если взять в один период, потом в вторую, об одних и тех же вещах говорят в разных терминах. Я хочу сказать, что мне завелось быть экспертом по уже законченному документу концепции развития электроэнергетической системы касательно активно-адаптивных сетей. Я обнаружил там столько в целом хорошем документе, но столько несуразностей. Дело в том, что термины – это то, с чего нужно начинать, но их должны делать профессионалы. Когда мы готовили термин в свое время с Алексеем Михайловичем Федосеевым, я прошел в школу, я знаю, как это делать. И сейчас могу сказать, что все эти термины и системного оператора, и ФСК, они никуда не годятся. Понимаете? Это страшное дело. Я могу на предмете показать. Поэтому, может быть, в нашем журнале и стоит вводить такую рубрику потихонечку, потихонечку, по всем направлениям. Но это что делать должно быть профессионально. Понимаете? О преимуществах, которые за собой влечет повышение рейтинга журнала среди технической литературы, рассказали представители вузов. Повысив рейтинг нашего журнала, это непростая ситуация. Очень непростая. И может нам рано даже об этом говорить. Об этом. Вот вы почему взяли Transmission Distribution? Все понимают, почему. Это Transmission Distribution, старейший журнал. Я его считал еще 20 лет тому назад. Этот журнал. И с удовольствием сейчас тоже смотрю. Почему? Именно потому, что рейтинг этого журнала достаточно усвоенный. А в научном отношении, ну, он ничего не представляет собой. Ничего не представляет собой. Так вот, другая ему позиция. Надо придать еще и научный характер нашему журналу. О маркетинговых исследованиях в ходе подписной кампании рассказала медиа-директор журнала «Электроэнергия» передачи распределения Екатерина Ильвовская. Я буквально кратко подведу промежуточные итоги подписной кампании, которую нам удалось за ближайшие последние два месяца провести. Но она еще не закончена, поэтому итоги именно будут промежуточные. Как мы поступили в этом году? Это, ну, наверное, журнал действительно уже существует не первый год, но вот в этом сезоне мы решили к подписке подойти немножко по-другому. Разделили ее на, условно говоря, две кампании, две волны. Первая волна была информационная в первую очередь. То есть мы не говорили, может быть, сразу с людьми о подписке именно на журнал. Мы информировали о наличии журнала, тех, кто не знал. Мы постарались поговорить, конечно, с компаниями, которые не являются пока подписчиками, и даже с теми компаниями, которые не получают, вот бесплатно у нас есть некоторое распространение, не получают бесплатно на журнал. Соответственно, проинформировать их максимально широко о том, что журнал есть, о тематических рубриках, об авторах, о возможностях, о приложении Transmission Distribution, которое вызывает неизменный интерес у тех, с кем мы разговаривали о подписке. Соответственно, мы поговорили с, удалось нам поговорить с достаточно большим количеством компаний. Это несколько сотен компаний. В каждой компании по несколько человек было охвачено, в первую очередь это главные инженеры, их заместители, ну, естественно, отделы подписки, где-то это руководители предприятий, это структура МРСК, причем вот не только филиалы, а мы именно постарались пойти пониже, к дочерним обществам, к региональным энергетическим сетям выйти на этот уровень. Ну, вот этот процесс еще пока не завершен, но тем не менее мы хотели опуститься чуть, так сказать, пониже. Системный оператор, соответственно, был охвачен, ну и ряд компаний-холдингов, не входящих в крупнейшие структуры, такие как МРСК и ФСК. На мой взгляд, нужно сосредоточиться, вот говорили перед этим, все-таки действительно на неких уникальных особенностях, которые есть у журнала, то есть это инновационные технологии, это опыт использования чего бы там ни было, это анализ практик, в том числе действительно аварийных практик, то, что нет у других. Подводя итоги заседания Редсовета, главный редактор журнала «Электроэнергия» передачи распределения Екатерина Гусева подчеркнула, что издание использует разные формы работы с партнерами и читательской аудиторией. Члены Редсовета и сотрудники редакции совместными усилиями намерены расширять спектр и инструменты общения.